Всем привет! Меня зовут Карина, и сегодня мы будем делать с вами Пакетрейсер 7.4.1.2. Для этого нужно всего лишь сам Пакетрейсер, также 10 минут свободного времени, если у вас есть конспект, с которым будет все делать намного проще, и также хорошее настроение, с которым тоже будет все делать намного проще и веселее. Открываем наш, скачиваем наш ПК-файлик, нажав по ссылке, а также инструкцию, нажав по ссылке и нажав кнопочку «Скачать». Саму инструкцию очень важно именно скачивать, потому что если вы будете заполнять все ответы здесь, то после скачивания ничего не сохранится. Так, после скачивания инструкции мы ее открываем в Adobe Acrobat Reader, вот он, и здесь уже можно будет писать ответы в нужные нам поля. А пока у нас уже открылся сам Пакетрейсер, должен был открыться, открываем его еще раз, вот он. Нужно подождать, чтобы он открылся, это занимает буквально несколько секунд, и вот уже он запустился. Здесь нужно ввести ваше имя, мое имя Карина, также нужно ввести ваш email и дополнительную информацию, чаще всего это номер группы. И нажать «Ок» и «Подтвердить». Вот, наше задание уже перекрутилось, мы открываем нашу инструкцию, которая открылась у нас дополнительно, размещаем ее сбоку и закрепляем. Теперь, даже если мы будем делать само задание, она не будет на нас спрятаться, и нам будет так намного удобней. Что нам нужно сделать? Нам нужно заполнить таблицу адресации. У нас есть здесь пустые места, в которые нам нужно записать необходимую информацию. Дальше нам нужно настроить R1, настроить S1, а S2 уже настроен. Также нам нужно будет ввести данные IP в Computer Manager A, вот он, и потом проверить соединение. Если у нас все будет выполнено правильно, всякие пинги и эхо-запросы будут выполняться правильно. Что ж, начинаем. Открываем наш R1 и открываем командную строку. Нажимаем «Enable». Потом команду «Config Terminal» или сокращенно «Conft». Теперь мы в режиме конфигурации, и здесь нам нужно настроить IPv6-адрес и IPv4. Но для того, чтобы наш маркетратор имел возможность работать с IPv6-адресацией, нам нужно ее активировать с помощью команды IPv6-unicast-routing, что мы как раз и сделаем. Вводим команду «IPv6-unicast-routing». Чтобы не писать эту команду полностью, можно использовать кнопочку «Tab». Нажимаем, и наша IPv6-адресация активирована. Теперь нам нужно ввести команду «Interface» и посмотреть, какие интерфейсы у нас есть на R1. У нас есть gigabit.internet.0, gigabit.internet.0.1 и link.local. Смотрим. Интерфейс... У нас уже написана команда «Interface». Далее вводим команду «Gigabit.0.0» сначала, нажимаем «Enter». Здесь мы настраиваем IP-адресацию. Сначала IPv4 с помощью команды «IP-адрес» и далее нам нужно ввести сам IP-адрес, вот он, а также маску под сети. Можно скопировать и вставить, как делаю это я, можно переписать. Вот так, и нажимаем «Enter». Далее обычно мы просто активировали интерфейс и двигались дальше, но сейчас нам нужно настроить еще и IPv6. Для этого нужно ввести команду «IPv6-адрес». Так. И далее ввести наш IPv6-адрес с префиксом. Вот он и префикс «slash 64». Мы его копируем, ой, я его не скопировала, бывает. Копируем нормально. Ctrl-C и вставляем. Нажимаем «Enter». И также хочу обратить внимание, что когда мы вводим IP-адрес, нам нужно и сам IP, и маска под сети. А в случае с IPv6 наш префикс выполняет роль маски под сети. Двигаемся дальше. Теперь нам нужно настроить «Link Local». Мы ее заранее скопируем. Ctrl-C и прописываем команду «IPv6-адрес». Далее сам адрес и команду «Link Local». Нажимаем «Enter». И «Link Local» у нас теперь тоже настроен. Теперь нам нужно активировать интерфейс. Для этого нам нужно ввести команду «No shutdown» и нажать «Enter». Если вы не пропишите эту команду, настройки IP-адресации не будут активны, и адресация не будет работать. Так что это очень важно. Далее нам нужно настроить еще «Gigabit Internet 0.1». Для этого мы можем вернуться в режим конфигурации, там ввести эту команду, а можно сразу ввести эту команду здесь. «Interface gigabit Internet 0.1». Нажимаем «Enter». Теперь мы пришлем к настройке интерфейса «Gigabit Internet 0.1». И здесь мы повторяем то же самое, но с уже другими IP-адресами. Я скопирую. Вводим команду «IP-адрес». Я неправильно скопировала, и оно плохо вставилось. Так что мы копируем еще раз маску «Пать сети». «Ctrl-C». И вот. Теперь нажимаем «Enter». Далее «IP-V6». «IP-V6» — «Adress». «Tab» — «Adress». Далее «Sum-IP-V6» — «Prefix» — «Face Enter». Далее «Link-Local» — «IP». Мы можем даже, чтобы не писать, нажать кнопочку вверх на клавиатуре и найти команду, где мы писали «Link-Local». Вот. И «Link-Local» у нас такой же. Так что нажимаем просто «Enter». И активируем интерфейс «No Shutdown». Нажимаем «Enter». Все, наш интерфейс активирован, и IP-адресация на R1 настроена. Мы можем закрыть R1 и смотреть дальше. Теперь нам нужно заполнить эту таблицу, чтобы мы могли дальше работать с Manager A, Accounting, Manager B и Website. Для этого открываем наш PDF-файлик. Я его размещу. Я ее даже вот так вот сделаю. И здесь первое, что нам нужно настроить — это Manager A. Нажимаем по Manager A, Desktop и IP Configuration. И здесь мы можем видеть, что у нас не настроены IP-адресации. И узнать наш шлюз по умолчанию мы не можем, так как он не настроен. Но если вы читали учебник, то вы уже знаете, что устройства в одной сети имеют одинаковые шлюз по умолчанию. Так что вот это наша небольшая сеть. Я открываю второе устройство, которое у нас есть — Desktop, IP Configuration. И здесь я могу увидеть, что уже настроен Default Gateway для IPv6 и IPv4. Я их как раз и скопирую. И запишу в нашу таблицу. А я неправильно поставила. Это нужно выше. Нужно правильно записать таблицу, чтобы потом при настройке адресации все работало так, как нам нужно. Вот, мы настроили, записали шлюз по умолчанию для IPv6 и теперь IPv4. Если вы вдруг не знали, то на английском шлюз по умолчанию будет Default Gateway. Есть. Мы можем закрыть аккаунтинг. И теперь у нас с менеджер B. Открываем его и смотрим, настроен ли он. Да, он настроен. И здесь мы можем скопировать уже тоже Default Gateway для устройств. Вот. И Default Gateway в IPv4. Вот так вот. И как вы можете видеть, в IPv6 все Default Gateway одинаковые. А мы продвигаемся дальше. Дальше, что нужно сделать? В S1 нужно настроить IPv4. А S2 уже настроен. Открываем S1. Командная строка. Enter. Команда enable. Enter. Config Terminal. Главное уметь писать, потому что у меня с этим иногда проблемы. Config Terminal. Есть. И теперь нам нужно настроить IPv4. Для этого смотрим, какой интерфейс у нас. В S1. VLAN 1. Прописываем. Интерфейс. VLAN 1. Enter. И теперь команда IP адрес. И сам IP адрес у нас вот такой. И нужно активировать интерфейс. No shutdown. Также я хочу обратить внимание, что иногда бывает, что в таблице данные плохо переведены. К примеру, здесь, вот в таблице, вместо VLAN 1 написано слово просто адрес. И если вы не знаете, что это такое, просто откройте или PDF-файлик, или на английском языке нашу инструкцию. И там можно посмотреть. Но это бывает очень редко, но если что, вы можете этим воспользоваться. Далее нам нужно настроить менеджер A и потом проверить, все ли правильно настроено. Для этого закрываем S1. Нам уже это не понадобится. Открываем менеджер A и IP configuration. Вот оно. И здесь нам нужно настроить все. IPv4 в наше устройство вот такое. Мы его прописываем. Маска по сети у нас записалась автоматически, но она не подходит нам. Так что мы ее немного изменяем. Вот так. И 192. Вот так. Дальше. Default gateway. Ctrl C. Так. DNS сервер оставляем незаполненным. IPv6. Адресация. Копируем адрес, но без префикса. Ctrl C. Ctrl V. И здесь нужно прописать префикс в отдельной форме. Потом шлюз. Getaway. Вот он. И LinkLocal. LinkLocal у нас. Вот он. И он совпадает с отец. Открыть gateway. Все правильно. Можем закрывать. Так. Теперь нам нужно проверить соединение. К примеру, мы можем попробовать открыть с помощью менеджера А и браузера, получить ответ от сервера Аккаунтинг. Для этого в командной строке браузера мы вводим IPv6 адрес нашего устройства. Ctrl C, Ctrl V, Go. Совсем несколько секунд. И видим, что файл не найден. Это потому, что я, чтобы прописывать префикс, нам не нужно. И нажимаем Go. И как вы можете видеть, наш Аккаунтинг сервер вернул нам страничку, на которой есть даже несколько страничек, которым мы можем передвигаться. Это значит, что соединение у нас работает. Закрываем. И проверяем соединение менеджера А с веб-сайтом. Открываем менеджер А и веб-браузер. И здесь теперь нам нужно IPv6 адрес второго сервера. Ctrl C, Ctrl V, Go. Все в несколько секунд. И нам должен прийти ответ от веб-сайта. Написано, что request timeout. Нам нужно понять, почему. Мы можем открыть наше задание и посмотреть, что у нас не полностью набраны баллы. Нажимаем Check Results и смотрим, что не так у нас настроено. У нас неправильный Default Gateway у вас один. И неправильно настроен менеджер А. Чтобы это исправить, открываем наше задание. Смотрим, что у менеджера А у нас А. Мы не настроили DNS сервер менеджера А. Все верно. Здесь нам нужно... Так, IPv6 DNS сервер у нас вот это. Это адрес сервера. Ctrl V. И смотрим на баллы. Закрываем. И смотрим. Нужно настроить не только IPv6, а и обычный IP. Настроить правильно. Я сделаю небольшую ошибку. Так как нам нужно соединение с другим сервером, нам нужно записать его IPv6 адрес. Сюда. Вот так. И закрыть. И смотрим, что у нас теперь стало 71 из 80. А также нам нужно настроить еще IPv4 адрес DNS. Вот DNS. И IPv4 адрес он сервер. Вот его. Ой, стоп. Я опять делаю эту же ошибку. Нам нужен не того сервера, а вот этого. Ctrl C. Для нас. Ctrl V. Закрываем. И смотрим, что у нас стало баллов больше. Значит, мы сделали правильно. И нам остается проверить, что еще за ошибка у нас была. А, неправильный Default Gateway. Это можно легко исправить. Открываем наш S1. И смотрим. Default Gateway у S1. S1. 172. 16. 10. 1. Ctrl C. Так, у нас в задании нам нужно настроить. Ага, мы настроили только сам IPv4 адрес, а нам нужно Default Gateway. Далее сам IPv4. И команда Default Gateway. Я забыла саму команду, так что мы можем просто открыть наш учебник, поиск и написать, к примеру, настройка IPv4. Настройка глобального, CCR, терминал. Нам нужно найти то, что можем посмотреть, она ли она или нет. И вот я посмотрела, что нам нужно открыть S1, нажать вернуться в предыдущий режим. И здесь написать команду IPv4. Вот видите, она там автоматически заполнилась, значит правильно, нажать кнопочку Paste. Даже инструкторы иногда забывают некоторые команды, и поэтому нам нужен конспект, который нам всегда поможет. Или учебник. Смотрим. У нас Default Gateway тоже настроен. Открываем наше задание. Вот оно. И смотрим, что у нас теперь задание выполнено на 100%. Можно нажать кнопочку Check Results и проверить, что теперь у нас выполнено все правильно. Так что я думаю, что у вас тоже все получилось. И также не забывайте записывать это все в IPv5, потом сохранять и отправлять вместе с ПК файлом. А на этом всем спасибо и всем пока. Продолжение следует...